Почти каждый второй ребенок умирал. В советские времена был такой тайный приказ. Жена вся в синяках, побитая волей в ребенка, а не ушная. Мир Божий, братья и сестры, брат Владимир, канал «Любящий истину». Сегодня поговорим на тему «Медицина от Бога или от дьявола». Существует разного рода мнения, братья и сестры. Часть христиан считает, что медицина от дьявола. Даже я слышал одного проповедника, который проповедовал о святости. Казалось бы, бодрый брат, но говорит о том, что медицина от дьявола. Есть некоторые христиане, которые принципиально не принимают, например, таблетки или другие медицинские препараты. Я хочу, братья и сестры, чтобы на основании мы Слова Божьего попытались понять, от Бога действительно является медицина. Или это может действительно от дьявола? Может и правильно? Часть людей так говорят. Я имею в виду христиан, имею такую позицию категорическую. Может это и правильно? Но давайте так, когда мы не знаем, как поступать, то чтобы судьей, арбитром между нами или между этими полярными взглядами было Слово Божие. Потому что через Слово Божие, это как бы сам Господь нас рассуживает, даёт нам правильное понимание, как нам поступать. И я зачитаю, прежде всего, место с Писания. Это послание к Колоссянам 4.14. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Демас». Казалось бы, несколько строк такого повествовательного характера Слова Божьего. Но что тут такого особого, братья и сестры? В этих строках есть большая глубина, братья и сестры. И уже даже в этих строках мы можем найти ответ в том, является ли медицина от Бога или от дьявола. Хотя я буду ещё другие места с Писания приводить. Значит, Лука — врач возлюбленный. Что об этом говорит? Когда Лука заявляет, что он врач, это говорит о том, прежде всего, что не бывший врач, а врач, он дальше практикует врачебную практику, далее того, он это выделяет, он этого не стыдится, он кладёт вот это, то, что он является врачом, он кладёт её как бы на особое место. Вы знаете, когда человек представляется, он говорит своё имя, например, фамилию и, может, ещё что-то, что является важным для него. Ну и, конечно же, не то, что является неким греховным или плохим. Да, ну давайте заменим, например, врач, слово «что епостыдным», «что является от дьявола». Это наркобизнес. Так можно чётнее сказать. И даже в старые времена были люди, которые тоже занимались вот этими наркотиками, алкоголем и так далее. И писало бы так, «Прествует вас Лука не врач, а, например, наркоторговец». Мы бы сразу обратили на это внимание, поняли, что он пишет, чем он как бы выделяет себя. Это же стыдно. Как можно такого слушать? Как можно апостолу Павлу с таким, как бы, и быть вместе, и трудиться вместе? Какой же это христианин? Только бы было слово «наркоторговец». Но когда мы читаем, «Приветствует вас Лука врач», мы, ну, как бы в целом, это не бросается в глаза, мы нормально это воспринимаем. Почему? Потому что братья и сёстры — это от Бога. Дьявол пришёл, чтобы украсть, убить, погубить. Медицина служит для того, братья и сёстры, чтобы, наоборот, сохранить жизнь человека, продлить жизнь человека, улучшить его здоровье. Я буду вам приводить цифры, что с развитием, когда медицина стала достаточно таким серьёзным видом деятельности уже, то очень серьёзный прорыв, скачок был в умножении населения на Земле. Зачитаю, что является медицина. Медицина — это латинское название. Медицина от медери, то есть означает лечить вид деятельности, изучающий болезни, а также предупреждающий и приводящий их к благополучному исходу. То есть вид деятельности, ещё относится его к науке, но не буду много говорить по этому поводу, больше, конечно, можно отнести просто как отдельный вид деятельности, потому что в полной мере трудно назвать медицинно-наукой. Это вид деятельности, изучающий именно болезни, а также предупреждающий вот эти болезни и вид деятельности, которые, конечно же, направлены на то, чтобы излечить, вот лечить, медери, лечить вот эту болезнь и, конечно же, сохранить жизнь человека. То есть дьявол пришёл, чтобы украсть, убить, погубить, убить, а медицина для того, чтобы наоборот вылечить, сохранить жизнь. И вот вам приведу некоторые цифры. Где-то до XIX века медицина носила очень такой, можно сказать, относительно в плане развития своего, очень слабый уровень был. Такой, можно сказать, в некоторой мере примитивный. Но уже XIX век, XX век, серьёзный прерыв в медицине, медицина становится более такой, можно сказать, с серьёзным видом деятельности, профессиональным видом деятельности. И к чему это привело? Есть проповедь на этом канале о том, что в этом замысле Божий, что время, когда будет приближаться к великой скорби, серьёзно увеличилось количество людей. И вот в этом замысле Бога большую часть занимает медицина. И именно через медицину, не только, конечно же, через медицину, я вам буду говорить далее, Бог реализовывает вот эту задачу умножения населения на земле. И приведу вам такую статистику. Значит, вообще до 1000 года нашей эры, от рождения Иисуса Христа, было на земле, проживало 300 миллионов человек. 1300 год, уже 500 миллионов, 1500 год, 600 миллионов, 1700 и 700 миллионов, 1800 год, 1 миллиард на земле проживает людей. Но уже в 1900 году, видите, там немножко было при движении. За 100 лет, например, даже или более, там за 200, за 300 лет, там 100 миллионов умножилось, 200 миллионов, а здесь уже 1800 год, 1 миллиард, а 1900 год, 1650 миллионов, то есть более 1,5 миллиарда населения. И уже в 1925 году 2 миллиарда. Именно вы видите, что с 1800 года начинается серьезный прирост населения. И уже в 1960 году 3 миллиарда, в 1970 году 4 миллиарда, в 2000 году около 6 миллиардов людей, в 2010 году около 7 миллиардов людей, и сейчас приближается цифра к 8 миллиардам. Еще скажу вам такую статистику, что была очень высокая смертность детей, когда была слабо развита медицина, и слабо развита и в плане умения лечить людей, и даже в количестве профессиональных врачей. врачей это был большой-большой дефицит. Например, в России, это была не просто даже одна страна, это целая империя была, русская империя, до 1900 год, до одного года, детки, до одного года, умирало 40% детей. Почти каждый второй ребенок умирал. Ну, вы знаете, что на сегодняшний день ситуация намного, намного, намного лучше. Если брать в странах европейских, уровень жизни, может быть, даже чуть-чуть, может выше. Хотя Россия, хочу вам сказать, еще, например, до революции, это страна, которая была пятая по экономике в мире, и в ее состав ходило целый ряд. Это было больше, скажем так, чем сегодняшняя Россия. Это целая, я говорю еще раз, империя. И уровень экономики на то время был намного выше, например, в сравнении с тем, какое место занимает сейчас, например, Россия и другие страны, например, Украина, Беларусь, другие страны, которые входили тоже полностью или частично, например, в состав Русской империи, потом бывшего Советского Союза. И именно уровень экономики, который сейчас в этих странах, он значительно ниже, нежели был в те времена. Но все-таки в европейских странах уровень, можно так сказать, культуры и медицины был нечто выше. В середине 19 века доля тех детей, которые умирали до 5 лет, 30 процентов. Каждый третий ребенок в Европе, в более таком, можно сказать, развитом мире смертность все равно была очень и очень высокая, братья сестра. Очень высокая. каждый третий ребенок до 5 лет умирал. В 1940 году этот процент около уже 15 процентов. Видите, не 30, а 15 процентов. То есть буквально за несколько десятилетий значительно смертность детей уменьшается. Сейчас, если брать в мире, при этом, что во многих малоразвитых странах этот процент повыше, но в среднем тоже ситуация, например, около 7 процентов детей умирает до 5 лет. То есть каждый 15 ребенок. Тоже немало, конечно же, немало, братья и сестры, но в сравнении каждый второй или каждый третий ребенок и каждый, скажем так, там 15 ребенок или даже каждый десятый это серьезное продвижение, это серьезный прорыв. И во многом, во многом, братья и сестры, это шло параллельно с развитием, серьезным развитием медицины. Уже в 19 веке ощутимое по сравнению с предыдущими веками улучшение, обезболивание, антисептики, вакцинация, переливание крови, то есть серьезное продвижение идет в этом направлении. Медицина уже множество этих вопросов решает. 20 век, конечно же, это еще более такое прогрессивное развитие медицины. То есть, опять-таки, я призываю вас, братья и сестры, мыслить духовно, мыслить масштабно, в целом видеть. Почему, братья и сестры, враг, иногда дают нам такое превратное мышление, однобокое мышление, из-за того, вот мы увидели, например, да, действительно, особенно вот в нас в Украине Господь открывал, чтобы мы больше и молились сверхъестественно за исцеление, потому что врачи будут терять, это было уже сказано, наверное, лет 10 назад, и квалификацию свою, и совесть во многом, во многих их будут интересовать, и все больше и больше деньги, малокачественное такое лечение, но даже при этом, что на сегодняшний день, например, в Украине медицина, все равно это значительно, скажем так, помощь для людей, иначе, если забрать полностью, например, представьте, что нет медицины, нет скорой помощи, нет полностью врачей, вы можете представить, как бы серьезно увеличилась опять-таки и смертность, и болезни умножились бы, поэтому, даже при том, что враг пытается, конечно же, скомплементировать, понимаете, но, например, медицину, вы должны увидеть в целом, в целом медицина, вот лечить, вот взяв Медерит, лечить, это от Бога, дьявол убить, это сохранить жизнь, борьба за жизнь, лечить, понимаете, то есть вы должны увидеть, мы знаем, сколько есть плевел, в каком состоянии христианства, особенно сейчас, уже в преддверии, восхищение церкви, но, тем не менее, врата Ада не одолеют церковь, да, и мы не можем сказать, что само объединение церковь, вот эта идея, это является дьяволом, хотя, увидя некоторых христиан, кажется, что да, это больше слуги дьявола, нежели слуги Бога, но в целом, есть и бодрые христиане, и в целом, вот эта идея, в целом, вот это объединение церкви, вот это объединение людей, это, конечно же, братья и сестры, это от Бога, от Бога, и поэтому мы тоже видим, если мы видим отдельные личности, например, врачи, или некий беспорядок, например, в врачебной практике, там, в больницах и так далее, нам кажется, что это от дьявола, кроме того, конечно же, и враг пытается использовать медицину, не только в целях лечить, но делать аборты, контрацептивы, понимаете, тоже, своего рода направлено, можно сказать, на убийство людей, но это то, что пытается враг взять и использовать, извратить, то же самое, что мы видим, например, в государственных органах, в целом написано, что это слуги, да, от Бога данные, чтобы был порядок, чтобы, ну, представьте, опять-таки, нет государств, людям простым, особенно честным, было бы намного тяжелее жить, не было бы, например, тот же самый полиции, не было бы той же самой налоговой, например, таможенной службы, вот, вы думаете, что бизнесмены просто по своей щедрости помогали бы и давали бы пенсии, выделяли бы, выделяли бы, если бы государство не заставляло, социальные помощи, малообеспеченным семьям, например, инвалидам и так далее, конечно же, нет, это бы было очень перескорбно, кроме того, когда в 90-е годы, когда формировалась, например, независимая Украина и другие страны, которые вышли из бывшего Советского Союза, во многом руководил рэкет, это был намного такой тяжелый период, очень плохой период, бандитское время, можно так сказать, потому что юридически милиция была, тогда называлась не полиция, милиция, но фактически де-факто управлял рэкет, насколько я помню, что только по Украине реальная власть в милиции это было только в Черновицкой области в начале 90-х годов, по всей Украине фактически руководил де-факто рэкет, и только уже при президенте Кучме уже рэкет был в целом обезврежен, и милиция начала руководить реально и наводить порядок в стране. Поэтому мы порой не ценим и смотрим однобоко на то, что действительно является Божьим предприятием. Понимаете? А смотрим, видим некоторых, например, нечестных политиков, скажем так, нечестных полицейских, другие, например, врачи нечестные или там низкоквалифицированные, всё, и нам кажется, что всё, это всё дьявола. Понимаете? То же самое вершина, вершина, значит, Божьего предприятия, это является церковь, это его невеста, это как бы даже его часточка, потому что Христос глава, а церковь его невеста, братья и сёстры. Но при этом церковь находится в очень плачевном состоянии, и многие христиане на сегодняшний день находятся в очень небодром состоянии. Больше назвать можно кладбищем или даже собранием развратителей или сборища сатанинской. Но есть и бодрые христиане, и в целом, конечно же, ещё раз говорю, церковь — это от Бога. То же самое, если пишет Лука, и он это выделяет, как бы особо выделяет, не прятает, что это что-то нехорошее и греховное, он, воборот, выделяет, как нечто хорошее, подтверждая то, что он дальше практикует врачебную практику. И он отчётливо и горит одно из, когда называется его имя, и опять-таки рядом врач. То есть это достаточно важная профессия, можно так сказать. Важное его занятие, которое его выделяет именно с хорошей стороны, он дальше это практикует. Хотя при этом, конечно же, он и молится, он при этом, я думаю, и молился, и были исцеления, и среки естественным путём. Поэтому, братья и сёстры, уже можно сказать, что медицина в целом, конечно же, это от Бога. Если мы знаем, что наркобизнес — это грех, да, то ещё раз говорю вам, Лука — наркоторговец. сразу же понимали, что это не от Бога. Но когда он говорит «врач», значит, это нечто хорошее, более того, это важное, это ценное. Он не стыдится этого, наоборот, выделяет это. Мог бы Божий человек, тем более такой мощный, как Лука, Бог, через которого дал нам Евангелие, мог, например, выделять и своего рода даже как бы ставить на ведущую позицию именно нечто греховное, что он делает. Конечно же, нет, братья и сёстры. Поймите, в этих строках, приветствую вас, Лука, врач возлюбленный, очень многое сказано уже за медицину, уже можно фактически сказать, что медицина — этот Бог. Кроме того, мы иногда кладём Бога в свои как бы узкие такие рамки. Поймите, мы являемся детьми Божьими, но одновременно мы являемся и рабами Бога. Когда апостолы писали, не прежде всего писали «раб» и «апостол». Что означает «раб»? Раб — то, что он принимает то, что говорит ему Бог в том разнообразии, в котором хочет гореть к нам Бог. Понимаете, если Бог хочет творить и помогать нам, в том числе для нашего здоровья помогать нам и, я зачитаю в Моста с Писания, и сверхъестественным путём, и естественным путём, то мы должны всё принимать от Господа, братья и сёстры, и не ставить свои узкие рамки. Они не принимают, например, исцеление сверхъестественного, потому что это было в первопостольские времена. У верующих же будут сопрождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что-то спиртоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Видите? То есть это говорится о сверхъестественном даре, например, исцеления. Вот таким образом Бог помогает людям, прежде всего христианам. сверхъестественном, мы также практикуем, например, молитву за исцеление. Есть результат. Я говорю ещё раз, не кладите у Бога определенные рамки. Одни принимают только медицинские препараты, не верят де-факто, может так и не противятся, но фактически они не верят сверхъестественного исцеления, не практикуют, не ревнуют о хрещении Духом Святым, не верят в то, что существуют дары исцеления, пророчества и так далее, братья и сестры. То есть сверхъестественное можно сказать, это когда говорится сверхъестественное, это больше касается уже исцеления и врачебная практика, то есть естественным путём. Вот мы читаем ещё Виакова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовёт пресвятого в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его и леем во имя Господне. Молитва вере исцелит болящий, выставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Видите, то есть уже не просто даже с возложением Бога, хотя это может и совмещаться, призвать на более бодрых братьев, пресвятого, например, старейшин церкви или более бодрых братьев, каяться в греха своих, помазавший елеем, и там, где мазается елеем, Дух Святого может прикоснуться и может совершиться сверхъестественное исцеление. Но не всегда так, братья и сёстры. Даже в первоапостольские времена, где были живы ещё апостолы, где очень сильное помазание было на них, потому что нужно было, чтобы очень сильно распространяло Слово Божие без, скажем так, без чудес, это было практически нереально или это было бы очень-очень низкоэффективно, можно так сказать. Поэтому очень большое продвижение было и очень много было таких серьёзных исцелений. это умножало в людей веру, многие приходили к христианству. Это тоже одна из задач дарования духовного. Но при этом дарования духовные, они существуют и сейчас, братья и сёстры, и, конечно, мы должны примегать и к молитве за исцеление, чтобы получить и сверхъестественное исцеление. Но, опять-таки, даже уже в первоапостольские времена мы видим и другое. мы читаем апостола Павла, что он пишет к Тимофею. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Но когда слышишь это и кажется, ну, есть же ели помазание, как мы читали в Якова, или дар исцеления с поможением рук. Ну, почему он не сказал, что, ну, сам за себя помолись или призови, может, там, братьев, которые имеют дар исцеления, чтобы помолились о тебе и как это частых твоих недугов, проблемы с желудком и пей немного вина. Ну, чтобы понимали, братья и сестры, в Израиле во многих местах это была проблема с водой, особенно чистой водой. Собирали больше такие, делали, как канавки и собиралась роса, вот такая вода, достаточно загрязненная бактериями, а вино употреблялось не раз как питье, разбавленное один к шести, один к десяти с водой. Вот. И там был, конечно, какой-то там процент, два, три, может, было вот этого спирта, алкоголя, фактически, и оно являлось своего рода таким антисептиком. На сегодняшний день, конечно же, братья и сестры, медицина, намного более серьёзно развита, чем на то время, и, конечно же, я не советовал бы вам пить там вино и так далее. Почему? Потому что, чтобы не было соблазна, братья и сестры, потому что, я знаю, такой случай был, что один человек, это реальный случай, пришёл к пастыре, говорит, брат, я приболел, можно мне немножко в чай вина. Ну, тот ему разрешил. Знаете, приходит через некоторое время, жена вся в синяках, побитая, говорит, брат пасты, что ты разрешил, значит, моему мужу выпить вино? А он, оказывается, немного чая, много вина. Без привычки опенел и начал, вышел своего рода с себя и начал даже избивать жену. Понимаете? И так серьёзно, и серьёзно избивать. И поэтому, понимаете, чтобы не было соблазна, как мы читаем в Слове Божьем, может, будет отдельно пропать когда-то за алкогольные напитки, за вино и так далее. Но вы знаете, когда входишь во святое святых, было ещё в Ветхом Завете не пить ни вина, ни секеры и так далее, братья и сёстры, то же самое, я знаю, и Дух Святой и мне открывал неоднократно, что алкоголь это противно тому, что для христиан это противно, кроме, когда мы принимаем хлебоприловление, там, один глоточек, когда мы молимся, то совсем другое. Понимаете? Но что мы видим в этих строках? Мы видим медицинскую практику, то есть профилактика, дезинфекция, да, то есть вот своего рода антисептик, ради того, что у тебя частые недуги, проблемы с желудком, то надо, что? Пить не просто воду, немножечко вина, здесь опять-таки прослеживается, что оказывается, что он, значит, не пил вина до этого, поэтому какой смысл было сказать ему, что пей немного вина, если он и так пил вино. Поэтому христиане, конечно же, и спиртное, это противоположные вещи. Но он ему разрешает, это больше, как бы, не повеление, не приказ, а больше разрешение, что немного, немножко пей вина, вот. Опять-таки говорю вам, что как было разбавлено, в Израиле принято один к шести, один к десяти, то есть это очень слабое, ну, человек, ну, почти, почти не хмелел, потому что у тебя проблемы с желудком, это нужно, чтобы не пить эту воду с еще такой, загрязненной бактериями и так далее, а проходила некая такая дезинфекция, и ты употребляешь вот это вино, оно укрепляет твое здоровье, убивает вот эти микробы и так далее. Понимаете? Это не что иное, как медицинская практика уже. И опять-таки говорю вам, ну, почему не сказано, если запрещалась медицинская практика, почему так, говорит апостол Павел, он бы сказал, что брат, значит, молись за сверхъестественное исцеление, или пусть братья помолятся тебе. Как это? Это частые гнедуги, потому что не всегда проходило сверхъестественное исцеление, потому что не всегда Господь действует именно сверхъестественным путем. Когда мы, например, разрезали руку, то мы, как правило, не молимся, что Господи, чудо соверши, чтобы рука раз-два как бы заклеилась если даже шрама не было, да, мы идем, мазаем там зеленкой, йод или что-то в этом роде, накладываем пластырь, и через некоторое время оно заживает, то есть вполне естественным путем, понимаете? И как правило, мы не молимся за исцеление и так далее, когда можно это простым и достаточным способом, естественным способом сделать. Понимаете, братья и сестры? Поэтому, еще раз говорю, Бог очень многообразно, Он богат, братья и сестры, многообразно говорит к нам, многообразно Он помогает нам. И одна из сторон, как Бог действует и помогает людям, это, конечно же, и через медицину. Да, есть, опять-таки, нечестные медики, не всегда, потому что часть и медицина занимались, конечно, и христиане, но часть и другие религии, и мирские люди, братья и сестры, часть пытаются, конечно, и извратить это, но в целом, еще раз говорю, медицина, это из способов от Бога, как Бог помогает людям. Кроме того, мы читаем Четвертое Царство. Иса еще не вышел из города, как было к нему Слово Господне. Возвратись и скажи, «Изеки, владыки народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, видел слезы твои, вот я исцелю тебя в третий день, пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя и город сей, защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, возьмите пласт с мокт, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздорел. Видите, опять-таки, приказание, скажем так, Божие откровение, опять-таки, через пласт с мокт, поклади на нарыв, и он выздоровеет, что не иное, как медицинская практика. Конечно же, братья и сестры, это тоже некий вид медицины. Я знаю, что Бог у нас открывал, открывал, помню, одной сестре, что ребенок часто было вздутие, маленький ребенок до года, кроме молока материнского, добавляй, немножко воды еще давай, чистенькая или там кипяченая вода, чтобы, конечно же, была такая безвреженная от микробов. Это было открыто прямо через Откровение, также открывается через пророчество. И она начала давать, и все, и вот эти вздутия животика, что было, боли в ребенка, они ушли. Я знаю, то же самое было тоже с сестре одной открыто, что пойди, у ребенка было что-то тоже связано, мне кажется, как температура, что-то в этом роде, вот, как грипп, пойди в аптеку, первое, что тебе предложат, просто скажи, что предложат, купи, и я, значит, помогу, и ты увидишь результат. И действительно, купила, просто даже не справа, то, что сказали, первое, что предложили, она купила, и оно очень эффективно помогло, очень быстро, понимаете? Поэтому Бог действует и сверхъестественно, Он действует и благословляет и руки врачей, Он совмещает, может направить нас, как бы, видите, открыть сверхъестественно, то есть откровение, иди купи там то следующее лекарство, и одновременно через лекарство. То есть Бог очень многообразно действует и говорит очень многообразно, понимаете, как есть одни, что пророчество не принимает, а было в первоапостольские времена. Другие только, как правило, на пророчество опираются, другие там опираются на сны, третьи вообще не принимают снов. Это человек кладёт Бога в свои рамки. Бог, поймите, Он Бог, мы рабы, Он будет говорить и действовать так, как Он хочет, а Он действует, как мы видим по Слову Божьему, очень разнообразно, понимаете? и говорит, и через написанное Слово Божие, и через пророчество, и через сны, понимаете, то же самое действует и сверхъестественно через возложение рук, через дар исцеления, через еле помазания, и через медицину. Конечно же, призываю вас не слепо доверяться врачам, потому что поймите, надо тоже, чтобы вы просматривали, анализировали, тоже, если не всё честно, не всё правильно действует. Например, в нас был один брат, гинеколог, уже такой, в годах человек на пенсии, но он говорил, что в советские времена был такой тайный приказ, что когда женщина, которая имела уже троих детей и третьего ребёнка, например, третьего или четвёртого, принимали именно роды через кесаре, то чтобы тайно врач сделал перевязку труб, чтобы она уже не могла рожать детей. Видите? Это в советские времена такой был тайный приказ, и некоторые врачи подписывали, хотя, конечно же, как вот эти павиальные бабки в Египте, они, конечно, я думаю, тоже побаивались некоторые из них, по крайней мере, Бога, и не делали этого. Поэтому было и семьи, где больше, чем трое детей, четверо и пятеро, но был такой тайный приказ. Видите? То же самое мы знаем, у нас тоже 12 детей, и моей жене, и мне не раз врачи говорили, что что вы рожаете, надо сделать перерыв, надо сделать, сколько уже можно рожать, и предлагали мне разные способы, как это сделать, и жене предлагали разные способы, и пугали, то смотри, уже какая там тоненькая матка у тебя, и так далее, и так далее, понимаете? Поэтому, конечно же, братья и сёстры, мы должны не слепо доверяться врачам, понимаете? И уповать и на сверхсистенную силу Господню, но это не означает, что полностью как бы отрезать всякую медицинскую практику и сказать, что всё, медицина — это всё от дьявола. Это тоже будет неправильно. Поэтому, ещё раз, можно твёрдо сказать, что медицина в целом, братья и сёстры, это отбор. И Бог благозаставляет и действует через медицину, через руки врачей, через медикаментозные разные препараты. Но, опять-таки, нужно не слепо доверяться врачам, особенно те, которые не являются глубоко верующими, христианами, просеивать, приятное, то же Слово Божие, может, что они будут открывать Дух Святой, указывая, что не всё слепо доверяться. Но, в целом, не откидывать медицину и верить, что это от дьявола, братья и сёстры. Потому что дьявол пришёл убить. А Господь, наоборот, даёт жизнь, Он даёт лечение. И медицина — одна из сторон, одна из задачи — это лечить это, помочь это, продлить жизнь человека, сохранить жизнь человека. Да благословит и сохранит вас Господь, Отец и Дух Святой, Аминь. Субтитры подогнал «Симон»